В течение трех дней специалисты со всей страны будут обсуждать наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием трансплантации в стране. Девятый Всероссийский съезд трансплантологов собрал участников из Москвы и регионов, где проводят операции, связанные с трансплантацией. В этом году развитие этого направления началось и в Рязанской области. Летом между исследовательским центром имени Шумакова, Минздравом Рязанской области и областной клинической больницей был подписан договор о развитии службы трансплантации у нас в регионе. Участие в этой конференции позволит решить две проблемы. В первую очередь, мы знаем все современные тенденции, что касается трансплантологии. Все, что в мире есть в настоящее время, агрессивного и нового, мы здесь узнаем. И второе, что не менее важно, нам помогут решить многие организационные вопросы, из которых развитие этой службы в нашей области невозможно. Опыт коллег перенимают сотрудники областной клинической больницы и БСМП. Развитие службы трансплантации – задача, которую можно выполнить только общими усилиями. Необходимо объединение сил общества, врачей, власти и науки. Как отметила в приветственном слове министр здравоохранения России Вероника Скворцова, трансплантация в стране развивается с ускорением. В прошлом году, в 2017, уже было выполнено почти 1900 трансплантаций. Это на 12% больше, чем годом ранее, в 2016 году. Причем за 2017 год было открыто новых 7 центров трансплантации в регионах страны. И сейчас это уже 52 центра в 29 субъектах Российской Федерации. На открытие 9-го Всероссийского съезда трансплантологов награждали родителей, которые стали родственными донорами для своих детей. Совсем скоро и в нашем регионе появятся такие пациенты. Губернатор Рязанской области поставил задачу провести первую операцию по трансплантации органов до конца 2018 года. Мария Рудая при содействии пресс-службы областной клинической больницы. Трансплантация органов в регионах.